И вот наконец-то я держу в руках наши новые ключи от нашей новой квартиры. Сейчас будем смотреть, как она и что там. Калюш, ну что, ты готов? Угу. Да. Вот наш дом. Сейчас будем смотреть квартиру. Здесь рядом, кстати, у нас будет свой бассейн. Ну, не свой бассейн, а на территории. Мы посмотрели нашу квартиру. И почему я в начале видео сказала, что мы чуть-чуть нервничаем, идя в квартиру. Потому что именно эту квартиру мы не видели. Когда мы приезжали смотреть, нам показывали подобную квартиру, которая также была приготовлена для сдачи. Потому что на тот момент в нашей квартире жили люди. Квартира нам понравилась. Она намного больше, чем наша квартира. Но я пока не хочу ее показывать. Я думаю, что когда уже наеду порядок, расставим мебель, все продумаем. Может быть, тогда и покажу. Может быть, посмотрим. И вот так выглядит наша комьюнити. Вот здесь находится наш дом. Рядом с ним находится бассейн. Здесь находится бассейн еще один. Здесь джим. Здесь теннисный корт и детская площадка. То есть он очень огромный. Но здесь удобно. Есть дорожки, где есть гулять и чем заняться. Квартиру я пока показывать не буду. Хочу здесь привести все в порядок. Чтобы уже если показать, то чтобы все было идеально. Могу только показать наш план. Вот так вот выглядит наша квартира. Получается одна спальня. Ванная. Это зал. Кухня. И здесь такая небольшая комнатка. Она называется здесь Дэн. И небольшой клозет. Вокинг-клозет. И, кстати, балкон есть, что тоже очень круто. И, как часто случается в американских квартирах, конечно же, нет стиральных машинок. Это большой, конечно же, минус. Но плюс в том, что здесь стиральные машинки находятся на территории комьюнити. И от нашего дома это не так далеко. В соседнем доме, кстати. Это буквально минута. И нам при въезде дали вот такие вот карточки. Вот так вот выглядит. Нам, кстати, их дали две. На каждой из них по 5 долларов. Как я уже упоминала, на территории комьюнити есть джим. И вот такую вот нам карточку выдали. Джим, кстати, это спортзал. Может быть, кто-то не знает. И вот такая вот карточка. Так что мы тоже можем пользоваться джимом бесплатно. И при въезде нам дали вот такой вот чек-лист. Где мы можем отметить, что нам не понравилось. И что мы хотим, чтобы у нас заменили или перекрасили. Короче, не важно. И если нам что-то не понравится, то в течение нескольких дней нам смогут все поменять. Поэтому сейчас тоже будем внимательно все смотреть и изучать. И доброе-доброе утро. И вот наконец-то мы переехали. У нас раннее утро. Точнее, уже не сильно раннее. Мужа провела на работу. Себя показывать не хочу. Потому что это уже третий день нашего переезда. Я очень сильно устала. Каждый день по чуть-чуть. Стараюсь сильно не перенапрягаться. Разбираю вот эти вот все вещи. И сегодня попытаюсь разобрать вот это вот все. Поэтому у нас сейчас такая очень активная жизнь. Но, к сожалению, активность только у нас за пределами... Точнее, в пределах этих стен. Отчего я очень уже устала. Так что сегодня куча-куча работы. И сейчас я хочу позавтракать. У меня сегодня завтрак вот такой вот творог с клубничкой и с сухими ягодками. На улице у нас затягивает опять. Погода не радует. Так что как раз хорошее время для того, чтобы наводить порядки дома. Мы приехали на пляж. Это такой красавец ходит. У них сейчас ночная проверка всех мусор. Сегодня на заливе очень красивый закат. И да, переезд еще продолжается. Мы еще распаковываем свои вещи. И, как видите, мой бьюти-стол полностью завален косметикой. Мы пока еще не определились, в каком углу он будет стоять. Поэтому я еще пока не занимаюсь его организацией. И, как видите, еще внизу куча пакетов с косметикой. Короче, ой, много дел мне предстоит сделать еще. Всем доброе-доброе утро. У нас сегодня выходные дни. И мы решили, что хватит обниматься с коробками после переезда и разбирать вещи. Решили поехать отдохнуть. У нас сегодня открывается пляжный сезон на океане. И будет авиашоу. И мы решили и отдохнуть, и посмотреть, и подышать свежим воздухом. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вчера мы успели насладиться солнцем, и сегодня, как видите, опять в нас тучи, все небо затянуто, и идет дождик. Когда же настанет лето, люди, кто знает. И у нас, кстати, в Америке сегодня выходной день, Memorial Day, сегодня у нас понедельник, и мы решили прогуляться, поесть по магазинам. И когда у вас переезд, в какой первый магазин вы поедете? Икея. Конечно же, в Икея, да. Нам нужно посмотреть комод, еще, может, пару вещичек. И у нас сегодня, короче, такой же этаж, потому что выходной день, и реально даже паркинг найти тяжело. Все любят Икею. Нам понравилась очень вот такая вот идея с маленькими зеркалами. У меня, кстати, в спальне на прошлой квартире было, только мы в ряд делали, и очень стильно смотрелось. А здесь мы увидели прям всю стену, делали, очень круто смотрится. Еще здесь появились новые светильники. Нам очень понравились. Высокие, маленькие, и он сверху горит, и регулируется свет. То есть можно золотеярче или потемнее. Купили новый комод в спальню, и он полюбился очень нашему коту. Теперь он очень часто здесь лежит, отдыхает и наблюдает за всем, что происходит в нашей спальне. Кстати, как наш кот перенес переезд, очень даже неплохо. Мы ожидали, что будет намного хуже, потому что он очень у нас капризный, вредный кот, скажем так. Но очень даже хорошо. Он в первый вечер чуть понервничал, но понял, что вся мебель, все пахнет им, что все его, что все в порядке. И на следующий день, в принципе, он уже чувствовал себя хорошо, уже игрался, бегал за мной. Тем более, что здесь больше места для того, чтобы ему разогнаться. Поэтому я думаю, что ему здесь нравится. Единственный минус это то, что здесь с окна чуть другой вид, и уже не скачет так близко белки и кролики, и брундучки, что ему, я думаю, не нравится, потому что все же он любил за ними наблюдать. Да? Но птички также поют, поэтому он отвлекается. Вот видите, уже услышал, побежал. И сейчас во время моего влога бьюти-пауза такая небольшая. Хочу вам показать вот такое вот средство. Это уход за ногтями. Сейчас во время переезда совершенно не хватает времени для того, чтобы накрасить ногти. Да и смысла особого нету, потому что постоянно то в воде, то мочалки, короче, моющие средства, все это недолго держится, только лишь тратится время. Поэтому я решила, что во время переезда подлечу чуть-чуть ногти. Это такое бесцветное покрытие, которое очень быстро наносится, очень быстро сохнет, и ногти выглядят аккуратней. И в это же самое время они напитываются и становятся здоровее. То есть использую время не зря. И еще одну мою любовь хочу показать, которая просто покорила мое сердце. Это для меня сейчас открытие от бренда Emma Hartier. Я надеюсь, что я правильно прочитала. В чем суть этого средства? То, что вам не нужно теперь средство для снятия макияжа. То есть вы просто наносите вот эту вот консистенцию и просто умываете свое лицо. Сейчас я вам покажу, как оно выглядит внутри. Вот так это средство выглядит внутри, и оно очень похоже на масло, очень такое плотное средство. В его состав входит огромное количество масел, и это очень чувствуется, потому что такой травяной запах и очень такое маслянистое средство. И чем оно круто? Просто когда ты уставший за целый день, где-то еще ездил, и на лице находится макияж, ты просто берешь это средство, растираешь его между ладонями и наносишь на лицо. И, во-первых, лицо после этого средства чувствуется увлажненным, и на самом деле это очень удобно. Это для меня открытие такие средства. И в последнее время я также слышала, что есть такого рода еще у клиники, еще у многих других брендов. Поэтому я думаю, что когда закончится эта баночка, я обязательно себе куплю, потому что это нереально удобно. Это понимание, непонимание. Что там, а? Я говорю, плохо. Слова. День, сегодня. Хороший. Прекрасный. Дождливый, дождь, мокрый. Когда вне сосуды. Я мужский, у вас зеленый. Пасмурно? Плохо. Хреново. Очень все хреново. Депрессия. Богатый. Верный. Хорошо. А еще хочет? А еще накормить конфеты? Время. Когда вместе. Смотри на борт. Перебирать. Гитарист. Гитарист. Строй. Аккорды. Аккорды. Один. Аккорды. Аккорды. Только что вернула из Бруклина. Ехала, блин, полтора часа. Устала. Так был сильный трафик. Но лучше, чем вчера. Потому что я вчера тоже была в Бруклине. Вчера вообще такое впечатление. Целую вечность добиралась. А сегодня ездила я приводить себя в порядок. Наводить красоту. Все мы девочки. Все мы любим. Тем более, что эти три недели последние были очень тяжелые. Был переезд. Раскладывание вещей. Которое до сих пор еще продолжается. Оно уже мы на финишной прямой. И сегодня была у косметолога. Сказала мне, кстати, что очень хорошее у меня лицо. Что чуть-чуть надо поменять свой уход. Потому что кожа очень чувствительная. Что чистка не нужна так часто. Больше маски, короче. Крема. Там и все такое. На то, что... Нужно то, что... На то, что сейчас у меня не хватает времени. Реально. Я так... Раньше до переезда я каждый день старалась делать маску. Сори. А после переезда реально нет времени. Всегда не находится время, чтобы нанести. И потом это все, короче, смыть. И было у парикмахера. Сделали мне тоже стрижку. Потому что, не поверите, не стриглась больше полгода. Полгода меня парикмахер мой отругала. Сказала, что надо стригся хотя бы раз в три месяца, если я отращиваю волосы. И сегодня сделала такую стрижку. Такую вот интересную укладку. Мне еще, кстати, никогда такое не делали. И чуть-чуть я обстригла вот ту такую челочку. Типа сделала. Но она мне сделала не сильно длинную. Сказала, давай ты попробуешь походить. Если мне понравится и будет комфортно, то, в принципе, можно будет потом покороче сделать. Пока что вот у меня такая укладка. Сказала, волосы тоже хорошие. Потому что я, кстати, никогда не красила свои волосы. Но у меня проблема очень выпадает сильно волосы. И она заметила то, что когда сушила, кстати, я тоже это видела. Когда она направляла в воздух фена, то у меня просто выдувались волосы, которые растут. То есть у меня растет очень огромное количество новых волос. Но огромное количество каждый день у меня их выпадает. Поэтому нужно лечить и нужно что-то делать. Короче, во-первых, хотя бы начать надо стричься почаще. Так что вот так. И, наверное, на этом я закончу свой влог. Будет он про наш переезд и про все маленькие события, которые происходили за это время. И я вам желаю отличного настроения, чтобы все у вас было хорошо. Сегодня, кстати, 1 июня, первый день лета. Очень круто. Мы очень его ждали. И надеюсь, что это лето будет очень крутым. И очень много нового, прикольного и радостного будет этим летом. И спасибо вам за все. И если вам понравилось видео, ставьте обязательно лайки, задавайте вопросы. И подписывайтесь на канал, кстати. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там много интересного, фотки с наших поездок. И до скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»